Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие зрители! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Впереди нас ждут выходные дни. Самое время вздохнуть и расслабиться. Каждый делает это по-своему. Кто-то смотрит телевизор, любимые программы, кто-то читает книги, если в доме, конечно, нету маленьких детей, а кто-то предпочитает послушать хорошую музыку. И это правильно, потому что врачи доказали, музыка очень благотворно влияет абсолютно на все органы человека, поднимает настроение, снимает боль. И, кстати, об этом знали даже в Древнем Египте. Там хором лечили, хоровым пением лечили бессонницу. В Древнем Китае медики обязательно, когда лечили больного, заставляли его слушать музыку. То же самое делал и офицер. Так вот, поэтому я предлагаю сегодня устроить музыкальный вечер. Скоро в нашей студии появятся гости. Ну, а пока они собираются, предлагаю посмотреть небольшую программу, где и как их учат. В этом году детская школа искусств номер 2 города Черкеска отмечает свой полувековой юбилей. За плечами богатейшая история, успехи и победа ее многочисленных учеников. Но одно остается неизменным. Как и прежде, ее двери всегда открыты для талантливых мальчишек и девчонок. Конечно, задача научить играть на каком-то инструменте, либо петь. Но это не самое, мне кажется, главное. Самое главное – научить ребенка любить музыку, приучить его к прекрасному, к эстетическому. Эту задачу педагогический коллектив школы всегда ставил на первое место. Далекий 1973 год. Маленькое здание на улице Горького. Четыре молодых преподавателя сделали первый набор – 15 человек. Самое первое здание было здесь недалеко, детская библиотека. И вот среди многоэтажек стояла маленькая-маленькая, похоже на домик такой старого образца. Ну и вот в 1973 году открыли школу, но открыли только в начале народное отделение. Вот, с февраля месяца. Была Малокова, Светлана Михайловна – это директор школы. А уже позже, когда выделили здание для школы, и тогда уже начали теоретиков приглашать, пианистов приглашать, было только народное отделение и фортепианное. Наталья Владимировна Ехимова – опытный педагог и наставник, 45 лет непрерывного стажа. Сегодня она легко справится с любой задачей. В школу пришла сразу после окончания музыкального училища. До сих пор помнит, как проходили ее первые уроки. Молодой, опыта нет, и вот с тетрадочкой по методике преподавания на уроке, и подсматриваешь, что зачем рассказывать ребенку. Это уже сейчас, когда вот опыта набрался уже за столько лет, уже какая-то своя вот методика выстроилась. А в те времена, и вот у меня на уроке сидит папа и первоклассница, и мне так неудобно, и в эту тетрадочку подглядываю, скажу, учительница. Через три года в музыкальной школе открылось новое отделение – оркестровое. Ученики стали обучаться игре на струнах и духовых инструментах. Здесь когда-то училась и Ольга Новикова. Сегодня она возглавляет это отделение. Наши преподаватели учат играть детей на разных инструментах. На национальной гармонике, на аккордеоне, на баяне, на скрипке, на флейте, на саксофоне, также на гитаре, на электрогитаре. Очень много нам директор помогает, наша Анна Юрьевна, потому что инструменты новые постоянно приобретаются. Вот именно для нашего отделения очень много она делает. Это вот и класс сейчас у меня поменялся, у меня был другой кабинет, сейчас вот побольше, потому что я постоянно с коллективами же работаю. Ну, как-то она вот нас поддерживает. Спасибо большое ей. Елизавета Меркулова – очень талантливая и современная девочка. Учится всего второй год, а уже освоила несколько инструментов. Играет и на классической гитаре, и на бас, и электрогитаре, и даже акулеле. Я с радостью иду на специальность, потому что мне очень нравится играть на гитаре. Мне нравится играть и классику, например, к Элизе Бетховен, очень красивое произведение, как и современные, мелодия с кинофильма «Игрушка». Военная, нам нужна одна победа. Розовая пантера – тоже очень, очень хорошее произведение, загадочное. Постепенно во втором музыкальной школе появлялись новые направления. Создавались творческие коллективы. Сегодня она имеет статус «Школа искусств», где заработает 39 преподавателей. У нас 12 заслуженных педагогов, 5 ветеранов труда России, ветераны КЧР есть. Коллектив великолепный, творческий, дружный, один за всех и все за одного. Школа небольшая, но с каждым годом учеников становится все больше. На шести отделениях учатся почти 400 детей. Очень радуюсь, что в последнее время дети очень тянутся к искусству. Сейчас, конечно, поток детей увеличился намного. Например, на фортепиано, на эстетическое, на гитару отделения такие популярные, на вокальное. Даже мы всех деток не всегда можем принять. У нас есть прослушивание вступительное, то есть слух, ритм там смотрим. Немножко приходится ютиться, но ничего, все помещаемся, все хватает. Отремонтировали постепенно внутри, облагородили школу, кабинеты, классы, аудитории. Дети сейчас разные поступают. Даже вот в моем классе большая половина детей, они ходят с удовольствием, с большим желанием. Сегодня в школу искусств приходят ребятишки с четырех лет. Их таланты получают настоящую огранку в умелых и любящих руках преподавателей, которые трепетно извлекают на свет скрытый дар ребенка. Здесь можно найти свое призвание в музыке, танцах, вокале, открыть в себе актерскую искру. Начальные шаги в искусстве делают ребятишки в группе раннего эстетического развития, которая пользуется особой популярностью у родителей. Здесь очень много кружков разных и замечательная лепка, уроки, уроки рисования, танцы, в которых мы без ума. Ну и, соответственно, мы получаем знания базовые для того, чтобы потом пойти в первый класс. Очень нравится, жалко уходить, ребенок не хочет. Большая школа – это большая школа, здесь интересно, здесь еще и досуг такой. Мы сюда пришли во втором классе, ребенку очень нравится. Вот сейчас мы в третьем классе, готовимся к выпуску. Конечно, очень жалко уходить, потому что очень разнообразные тут занятия, как бы ребенок идет всегда с удовольствием. А чему здесь научился? Ну, читаем, пишем. Очень красиво она рисовать стала. Также начала разбираться в музыке. А еще на отделении проходят уроки музыки, английского языка, ритмики, работает логопед. Ребенок приходит, если они подготовлены в школу, им очень трудно в социуме. А у нас еще цель стоит, чтобы дети могли быть коммуникативными, чтобы они могли обобщаться в социуме с своими сверстниками, то есть чувствовать себя уверенно. Они потом дают в школу, у них уже есть определенный багаж знаний, умений, навыков, которые потом в дальнейшем пригодятся, конечно, в школе. Это очень важная задача, и все-таки главная цель другая. Не просто подгадывать в школе, а эстетически развивать ребенка. Амин Муратков поет с самого раннего детства. Талантливый мальчик, говорят учителя. Будущий артист учится на отделении эстрадного пения, не пропускает ни одного урока. Я здесь много развиваюсь и многому чему учусь. Я еду на конкурсы не только в городе, но и за пределами. В Кисловодске я от нашей музыкальной школы ехал, получил вовряд второй степени, пел песню «Санта Лучия». Иногда на своей обычной школе я тоже выступаю, в классных часах тоже. Что любят современные дети? Компьютеры, телефоны, планшеты. У учеников школы искусств другие приоритеты. За годы учебы ребенок-музыкант познакомится с галантным Моцартом, Иршистым Прокофьевым, философичным Бахом. Играя, ему придется в них перевоплотиться и донести до публики и характер, мировоззрение и манеру исполнения. У меня развивается память, я знаю много музыкальных песен, знакомлюсь с композиторами. Вот Аиша, вот она в третьем классе, а мы уже с ней в прошлом году онлайн отсылала произведения. Мы были лауреатами Всероссийского, как первое место Всероссийского конкурса и Международного. Получаешь какое-то, знаете, удовлетворение, что вот ребенок пришел, как говорится, ничего не зная, и через пару лет он уже умеет играть. Вот. И получаешь вот именно вот твой ученик, и посмотри, как он играет. Я получаю огромное удовольствие, несмотря на то, что конкурсом готовиться очень тяжело. Занятия музыкой оказывают благотворное влияние на развитие любых творческих способностей. Сложно подготовиться к сочинению в школе? Нужно поиграть хотя бы несколько минут, и новые идеи появятся. Но сначала уроки теории. Без них в музыкальной школе никак. Сольфеджио дает то, что мы не можем получить в остальных предметах. Например, это можно считать базой того, с чего мы можем пойти к остальным. Например, тоже фортепиано мы не можем изучать без уроков сольфеджио. Сольфеджио помогает на вокале тем, что если мы просматриваем какие-либо ноты, и мы можем понять по ним, подойдет нам эта песня или нет. Не обязательно ее сыграть для того, чтобы услышать, как ее петь. Можно просто прочитать. А для того, чтобы читать ноты, нужно знать сольфеджио. Сольфеджио — это самое главное. Без уроков сольфеджио я не смогу ни сыграть, ничего не спеть, ничего не сказать, потому что мы учим нотную грамоту, мы еще в первом далеком классе только начали изучать ноты, только начали петь, только начали танцевать, и только начали изучать теорию музыки. И сольфеджио — это самый главный урок. Я их с удовольствием посещаю и люблю. Предмет особой гордости школы — современная студия звукозаписи. Не в каждой такую найдешь. На занятиях у Александра Калмыкова юные артисты учатся не только фонограммы записывать, но и держаться на сцене. Студия звукозаписи оборудована так, как должно быть. Правильная звукоизоляция сделана. Школе дает возможность записывать правильные фонограммы в правильном, качественном смысле этого слова. Ну и, естественно, детки, которые приходят сюда первый раз, они боятся, они комплексуют. В конечном итоге они в течение этих месяцев и годов обучения приобретают профессиональные навыки по части исполнения. Если они с преподавателем по вокалу научаются правильно петь, качественно интонировать, то здесь они получают правильные навыки звукозаписи. Александра учится сразу на двух отделениях — эстрадного пения и народных инструментов. Работа в студии — ступенька в будущее, считает она. Можно творить. Я пишу свою музыку, исполняю чужую музыку. Творчество — это самое главное. Я бы хотела работать, возможно, звукорежиссура с музыкой, возможно, я бы записывала каких-то исполнителей, возможно, я бы нашла работу на поприще киноиндустрии, работать с голосами для дубляжа. Нездря говорят, одаренные дети — наше будущее. Ребята, занимающиеся музыкой, эрудированные, воспитанные и открытые. Они чаще других предлагают необычные идеи, создают собственные нестандартные проекты. У меня сейчас есть девочка, но она во втором классе в школе, приходит на прошлый год, а я вот эту музыку сочинила, а я вот эту. И, знаете, вот как бы технически она еще слабая, но она садится играть то, что она сочинила в таком темпе, причем вот национальный ритм вот этот вот. Честно слово, прямо удивляешься. На развитие способностей юных музыкантов, раскрытие их талантов, знакомство с лучшими образцами мировой музыкальной культуры направлен потенциал педагогов школы. Здесь работают по-настоящему творческие люди, преданные своей профессии. Я бы опять выбрала эту профессию. Не знаю, почему, но вот я с детства, хотя у меня родители не были музыкантами, далеки были от музыки, а я с самого раннего детства в садике приходила домой, и после музыкальных занятий в садике я садилась на стульчик на маленький, а вот передо мной стояла табуретка, и я, как вот пианистка сидела за инструментом, вот я так играла. Вот я с самого, как говорится, с раннего детства хотела заниматься музыкой. Что дает вам эта работа? Мир в душе. Мир в душе. Работа с детьми, она, во-первых, не дает возможность стареть, а мне уже совсем не 20 и не 30 лет, и дает возможность, передавая свой опыт, каким-то образом сохранять свои навыки на должном уровне. Потому что, когда ты играешь просто для себя или выступаешь просто для себя, это один уровень. Когда ты постоянно имеешь возможность самосовершенствоваться, это совсем другое. Мир в душе – это очень важная штука. Преподаватели школы высоко держат планку профессионального мастерства, что подтверждают многочисленные сертификаты, дипломы и грамоты. Ученики школы – победители и лауреаты многочисленных конкурсов. Недавно прошли конкурсы республиканские пианистов детских школ и струнников и духовиков. У нас несколько первых, вторых и третьих мест. То есть в разных группах дети заняли все призовые места. Также постоянно принимают участие во всероссийских международных конкурсах, где занимают призовые места на всех отделениях. Например, ансамбль скрипачей под руководством Жанны Кречетовой никогда без наград не останется. В этом году юные артисты заняли второе место в региональном конкурсе. Им все по плечу. Они играют и классику, и современную музыку, и военную. То есть они – прекрасный коллектив. Скрипка – очень сложный инструмент, и тем не менее детки все играют чистенько, все вместе. Это очень колоссальный труд. Музыкальная школа искусств ведет активную культурно-просвидетельскую деятельность. Без их участия не проходит ни одно мероприятие в городе. Дети играют сами и могут наблюдать за игрой своих педагогов. В школе искусств работает несколько творческих коллективов. Лауреации российских международных конкурсов ансамбль «Сюрприз» соединяет в себе и учеников, и преподавателей. Хороший воспитательный момент. Мы создали ансамбль «Сюрприз», где участвуют несколько преподавателей. Это Иванова Наталья Юрьевна, она преподает виолончель. Ну, я как руководитель ансамбля объединяю этих преподавателей. Также Кречетова Жанна Александровна с нами часто. Вот на скрипках у него детки с нами играют. Также вот Фокин Олег Владимирович Флейта и саксофон у него дети играют. Вот мы соединяем эти основные инструменты, состав гитары, укулеле, бас-гитары, электрогитары. Это я преподаю. И уже потом мы соединяем и создаем вот такой коллектив «Сюрприз». Меня радует сейчас то, что очень творческая стала школа. У нас появились новые коллективы. У нас появилась вокальная группа, в которой мы с удовольствием все поем. Учителя выступаем, снимаем видео, вставляем телеграм. Но, поверьте, вот самое главное удовольствие – это от репетиции. От того, когда мы собираемся вместе, мы поем. Это как возвращение в юность. Это счастье. Музыкальных школ много, а таких, как наша, больше нет, говорят ее ученики. Это просто счастье, что мы учимся именно здесь. Так в чем же ее уникальность? В атмосфере добра, профессионализма и взаимопонимания. Музыка – это, наверное, смысл моей жизни. И школа замечательная, преподаватели замечательные. Мне здесь очень нравится. Я хожу сюда с хорошим настроением. Мне очень нравится. Иногда, ну, иногда, и когда у меня грустное настроение, у меня тут, наоборот, весело всегда. Даже когда грустно мне там по своим делам, то мне потом здесь какая-то аура, не знаю, хорошая. Детская школа искусств номер два, города Черкеска, полвека. Но ей суждено оставаться молодой, пока здесь не будет. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня праздник у девчат Сегодня будут танцы И щеки девушек горят С утра горят румянцем Пришли девчонки стоят В сторонке платочки в руках теребят Потому что на десять девчонок По статистике девять ребят А парни важности полны Придирчивы ужасно И остаются вдоль стены Все, кто пришел напрасно Пришли девчонки стоят В сторонке платочки в руках теребят Потому что на десять девчонок По статистике девять ребят Потому что на десять девчонок По статистике девять ребят Сегодня пусть не повезло Девчонкам от чего-то Они статистике назло Опять придут субботы Придут девчонки стоять В сторонке платочки в руках теребят Очень жаль, что на десять девчонок По статистике девять ребят Очень жаль, что на десять девчонок По статистике девять ребят Продолжение следует... 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 Продолжение следует...